Я когда тебе утром написал, все ли у нас в силе, ты сказал, похоже, что так. Прозвучало, как будто ты не очень доволен. Да тут всякие бытовые страглы, но вроде я справился. Я хотел, знаешь, чего начать? С туристических таких вопросов. Ты ведь в Португалии живешь, я так понимаю, можно назвать это, что ты там живешь? Да, можно так сказать. И живешь ты там не после 24 февраля, а уже до ты там начал обосновываться? Ну, я открыл здесь бар в девятнадцатом году, но я не предполагал здесь жить, то есть это, ну, какой-то был, знаешь, такой запасной аэродром. А почему Португалия, почему не другая страна, почему не бар в России, не знаю? Нет, но это как раз была альтернатива России, потому что с четырнадцатого года, в общем-то, было, ну, было предчувствие, было ощущение, что Путин может сойти с ума и устроить какую-нибудь жуть. И благодаря этому предчувствию, ну, или там, это ощущение содействовало тому, что, когда мой кореш, который здесь в Португалии уже давно жил, мой знакомый петербургский, у которого был бар в Питере на Рубинштейна, он мне написал, Мишаня, слушай, здесь негде выпить крафтовое пиво, давай бахнем барчик. Я такой, о, вот и оно. Ты любитель крафтового пива или это бизнес, скорее? Любитель, конечно. Да? Просто мне казалось, португальцы, они больше по вину, а пиво, что там у них? Ну, абсолютно так. Супербок там, я знаю, у них есть. Мы держим, да, мы держим бар крафтового пива в винной стране, ну, из этого есть какие-то, ну, из этого, от этого у нас есть некоторое преимущество, потому что, ну, здесь много, во-первых, экспатов, которые любят крафтовое пиво, а в Португалии, действительно, два только вида пива, причем они совершенно одинаковые. Это Супербок и Сагрыш, на вкус они, ну, различить вслепую, по-моему, невозможно их. И это оба, оба этих пива, это такие, такие сладковатые лагеры, такие совершенно, ну, вот такие отвратительные, на мой вкус. А пиво вы продаете или вы варите тоже что-то там на месте? Иногда варим, но это не, сейчас это не профиль. Да, в основном продаем, это, ну, такая затея из серии «Лучшее пиво», «Лучшее крафтовое пиво мировых брендов», мировых марок. Ну, то есть, бредок, вся Бельгия классическая у нас обязательно есть. Ну, и, конечно же, топчики, там, малоизвестные. У меня был снобизм по поводу португальского пива, когда я только приехал к «Крафтовому». А оказалось, что у них есть очень интересная тема. Ну, понятно, что в винных странах всегда пивовары хотят соединить пиво и вино. И когда это грейп эль, когда сусло винное закладывается вместе с пивным суслом, ну, когда виноградный жмых закладывается вместе с пивным суслом, получается грейп эль отвратительная штука, реально отвратительная. И я поэтому был снобом. А потом оказалось, что португальцы и испанцы делают великолепнейшие вещи. Это крепкие, ну, то, что называется «империал сауры», «империал стауты», выдержанные в винных коньячных хересовых бочках. О, это такая вкусняга! Вот, и мы сейчас на этом специализируемся, и уже, как бы, специалитет местный предлагаем туристам, гостям. А российского пива нет у вас? Привозили протокол, «Заговор», точнее так, «Заговор». Это пивоварня, российская пивоварня, их есть, у них есть партнеры, протокол «Берлинская пивоварня». И, ну, в общем, это такое пиво с российскими корнями, они очень хороши в ипах, ну, это в ипах новой школы, которые не очень горькие и очень ароматные. Ну, и, в общем-то, и в Горьких, они хороши такие, сочные ипы. И мы привозили их, да. И, в общем, восточноевропейцы, кто знает «Заговор», они были в восторге. Ну, дорого, понимаешь, вести дорого все-таки, издалека. То есть, из нашего региона мы собираем, а издалека вести дорого. А на Португалию у тебя здесь был знакомый именно поэтому Португалия. То есть, если был бы знакомый там в условной Франции, была бы Франция. Именно так, да. То есть, это в некотором смысле случайность. То есть, на момент, когда мне стало понятно, что мне нужно уезжать, я понял, что мне надо ехать туда, где у меня есть бизнес, потому что, ну, моя работа в России на тот момент она была закончена. Не по моей воле, конечно же. А когда в четырнадцатом году, там, не знаю, ты друзьям говорил, что это запасной аэродром, Путин может сойти с ума, на тебя не смотрели как на городского сумасшедшего? Смотрели, конечно. Конечно, смотрели. Ну, то есть, ну, друзьям нет, а то, что там с четырнадцатого года я начал, ну, у нас творческий процесс в группе так построен, что большинство тем генерирую я, вот, и, ну, у меня поперли, так вот, антипутинизм попер, и, значит, ну, парни были не очень этому довольны, и, в общем, приходилось это все дозировать. Решение о песне, как бы, ну, оно совместно. То есть, мне, мне приходилось придумывать какие-то интересные формы, чтобы заинтересовать парней и петь, чтобы песня состоялась. Я в Португалии не был никогда, но от знакомых, которые там бывали, слышал две версии. Первая, это то, что это большая деревня, а другая, это то, что рай на краю Европы. Тебе как там живется, как ты к этому? Слушай, ну, мне здесь очень нравится, то есть, такое у меня здесь ощущение санатория, вот, именно как раз потому, что вся шумная европейская жизнь, она проходит не здесь, вот. И, да, это такая страна на краю земли, вот. Мне очень нравятся португальцы, потому что они сочетают в себе два классных качества. У них есть такое, ну, какое-то вот благородство, что ли. А, знаешь, даже не благородство, неправильное слово. Такое вот чувство собственного достоинства, но при этом они интроверты. То есть, вот, если испанцы, у них такое горящее чувство собственного достоинства, они экстраверты. А португальцы интроверты, и это прям, ну, это очень классно. То есть, дистанция здесь между людьми мне очень комфортная. С бара можно жить в Португалии? Можно. Ну, понятно, что бар пережил ковид, и это, в общем-то, то есть, мы открылись прямо в ковид. Ну, то есть, точнее так, мы открылись, и через, сколько там, через три месяца начались локдауны. И это были очень тяжелые два года, но мы не закрылись. И вот, в общем-то, сейчас только мы более-менее в себя пришли по экономике, по процессам. Вот, можно, конечно. Ну, твой доход сейчас это в процентах, допустим, бар это половина, и вторая половина это каста, или как это выглядит? Ну, к счастью, концерты вернулись. Поэтому я больше зарабатываю с группой. Вот насчет концертов я как раз хотел поговорить. Если ты делаешь тур, там, по России и странам вокруг, то это, не знаю, там, сотни городов, наверное. Европа, нет? Не сотни, не сотни, нет, не сотни. Ну, может, полтора-десятка. То есть, я не помню туры, которые у нас были бы больше 20, больше даже 17, что ли, концертов. Не помню таких туров. Ну, понимаешь, тут просто всегда, когда говорят «туры», надо понимать, что тур, ну, для артиста, тур – это такое, ну, как бы, западное явление. Мы, в общем, находясь в России и концертируя каждый, ну, можно считать, каждый уикенд, ну, мы, в общем, можно сказать, что мы там 20 с лишним лет находились в непрекращающемся туре. Я больше имею в виду про то, что города, да, они могут не повторяться там 2-3 года. А сейчас, как бы, вот некоторые группы, которые выступили после начала войны российские в Риге, они делают уже второй круг на Ригу. То есть, видимо, в Европе гораздо уже эта дорога. Короче, точнее, а не уже. Нет, мы раз в полгода обычно в России бывали, ну, в каких-то городах. И надо сказать, что мы давали концерты, в общем-то, ну, в крупных городах, а их, ну, не так много. То есть, ну, скажем так, концепция о том, что есть вот огромная Россия с сотнями городов и есть маленькая Европа – нет, она несостоятельна. То есть, это сравнимо по количеству городов для концертов. И Европа и Россия для нас сравнимы. Ну, мы сейчас говорим даже не Европа, а, скажем так, вот, каста вне России и каста в России. То есть, мы сейчас, помимо Европы, мы даем концерты и в Казахстане, Кыргызстане, Грузии, Армении, Арабских Эмиратах, Израиле. Ну, в общем, широкая география. Бали, Таиланд, все такое. А корпоративы были у вас за этот год? Да, конечно. Ну, мы не самая, наверное, корпоративная группа. Вот. Хотя, так вот, в последние годы, ну, я замечаю, что корпоративов становится больше. Ну, наверное, потому, что наши люди, наши слушатели, они, ну, взрослеют и, как бы, уже выходят в тот самый золотой сезон, когда можно пожинать плоды своего, своих трудов. И уже, там, состоявшихся людей среди них много. И, в общем-то, они приглашают свою любимую группу почитать, покачать, покричать, попрыгать. Ну, то есть, нет такого, что, не знаю, в 2021 году, да, доход группы и в 2023 – это существенная разница? Есть, есть такое. То есть, сейчас мы находимся в таком этапе, когда, на таком этапе, когда мы только выстраиваем, ну, новые отношения с организаторами. Да, ну, в общем, ну, вот, русскоязычная комьюнити за рубежом сейчас, оно, я так понимаю, ну, вот, в новом своем качестве, в новом содержании, оно только организуется. Поэтому, ну, вот, мы только-только сейчас начинаем выстраивать. То есть, по количеству заявок, по количеству общения становится понятно, что, ну, рынок есть. Вот. Но, конечно, это не так, как мы жили в России, вот, в предвоенные годы, когда, ну, уже просто там все было, ну, все было настроено. И переживать, как бы, и заниматься, в общем-то, особо было нечем, ну, в плане, в плане нетворка, нетворка, да, вот этого между организаторами. То есть, все связи были, все было наработано. Сейчас эту работу мы проделываем здесь. А сейчас все участники группы обосновались вне России уже? Да, все выехали. И все в четырех разных странах? Не знаю, можешь ты говорить, хочешь? Мы с хамелем в Португалии. Вот. Не могу сказать, да, хамель, ох, господи, змей и в Ладе. Ну, нет, это не секрет, змей в Турции и в Ладе на Кипре. Ну, то есть, в принципе, вы же и в довоенные годы, да, жили не в одном городе, и у вас... То есть, ничего по большому счету не изменилось, да? Зум? Да, да, ну, да, как сказать, преимущество нашего жанра в том, что нам не нужно репетировать в музыкантском смысле. Ну, то есть, сыгранность музыкальная, она не нужна. За, там, 20 с лишним лет, что мы на сцене, мы... Ну, у нас уже, как бы, навык работы на сцене совместной. То есть, мы умеем двигаться, говорить, ну, по очереди. Ну, то есть, это все уже на автомате у нас. А написание новых песен, конечно же, лучше собираться, и я думаю, что мы вернем вот это совместное написание, когда мы собираемся. Но вполне, вполне можно работать дистанционно, потому что последний альбом «Чернила осьминога», мы его писали в ковид, и мы его писали дистанционно. Ну, это, это возможно. А какие были в группе обсуждения насчет продолжения выступлений в России, да? Если я не путаю, вначале группа выступала в России какое-то время без тебя, и параллельно ездила за границей уже с тобой. Как-то так это выглядело, если я ничего не путаю. Да, да, так было. Понимаешь, парни знают, что молчать на сцене я не смогу. Ну, то есть вот между песнями, то есть после начала войны, ну и там, или говорить там эзоповым языком про родину и жопу президента, ну у меня нет такого дара. Вот. А с другой стороны, становиться героем и мучеником и там, садиться в тюрьму за свои убеждения, я не готов. Вот. И тем более подставлять своих пацанов. Ну, поэтому, вот, да, был период, когда я уехал, парни еще были в России, у них была растерянность по поводу того, что, ну, нас действительно запрещают. То есть нам действительно противодействуют, и в этих реалиях, ну вот, то есть с этим надо что-то делать. Вот. И, ну, да, да, такой вот короткий период был. Ну, все равно не случилось такого, что там кто-то из группы отвалился, то есть это как-то синхронно вы решили, что мы уезжаем и мы продолжаем вне России заниматься любимым делом. Ну, можно сказать так, да, то есть вот вера в хорошее, но она настолько была сильна в Владе и в Змеи, и они были, ну, настолько сильно интегрированы в, ну, жизнь внутри России. Вот, что, ну, буквально, вот, после начала войны, после начала запретов на касту, они столкнулись с невозможностью выехать. То есть это формулировалось, ну, просто, ну, это невозможно. То есть понятно, что в итоге, ну, то есть не то, что понятно, но в итоге это оказалось возможно, но я не представляю, это парни сделали огромное усилие над собой. То есть я, как ты понял, да, вот я это уже озвучил, то есть я в некотором смысле, я предполагал, что такое может быть, я не хотел, ну, естественно, но как-то вот так получилось, что я был больше готов. А попадание в эти списки, оно сюрпризом стало для группы? По-моему, это же логичный шаг со стороны власти. Да, да, это не стало сюрпризом, потому что 24 же февраля мы в наших соцсетях, в соцсетях группы опубликовали антивоенный пост, где мы говорим, что мы против военной агрессии России, что это война, и мы просим наших подписчиков, наших друзей высказаться против этого. О необходимости такого поста не было, ну, дискуссии. То есть всем понятно было, что это нужно было. Единственное, что мы обсуждали в формулировке, вот, потому что, ну, всем понятно, что режим уже становится, ну, уже стал людоедским, вот, и важно выбирать слова. Да, и, собственно, то, что нас начали запрещать, сюрпризом не было, вот ответ на то вопрос. А если бы не стали запрещать касты, то бы продолжила выступать в России? Я думаю, что да. Я думаю, что да, причем с антивоенной повесткой, конечно же. То есть мы бы, ну, наши концерты бы стали, ну, таким, как сказать, инструментом, что ли, инструментом для того, чтобы люди, приходящие на концерт, вот эти, там, сотни или, там, тысячи людей, чтобы они чувствовали, что они не одни в своем, в своей позиции, в своей антивоенной позиции. Потому что, ну, во-первых, ты знаешь, что в России, как бы, оголтелые воинственные люди, их слышно, а антивоенных людей, их не слышно, потому что это опасно, это озвучивание. Не, ну, давай поторгуемся, ты много хочешь, да. Если бы вы сказали группе, что вы можете продолжить выступать, но без антивоенных высказаний. Вы поете свои песни, ничего между ними не говорить на таких условиях. По итогу оказалось так, что я к этому абсолютно точно не готов, и я отказался от этого сразу. Парни какое-то время, ну, они вынуждены оказались в этой ситуации, то есть я вот сейчас анализирую, что было, они вынуждены оказались в ситуации, когда они не могут уехать, им надо зарабатывать, и они давали концерты, при этом они обходились без лозунгов между песнями, но я знаю, что в зале были, ну, то есть в кричалке «нет войне» или «хуй войне», они возникали каким-то образом в зале, и люди скандировали это. А почему, как ты думаешь, людям, аудитории, важно от своих кумиров, от групп, которые они любят, артистов, чтобы те высказались на тему, да? То есть не переоценивает ли общество высказываний людей из шоу-бизнеса, назовем их так? Да, да, хороший вопрос. Ну, лично мне стало понятно, ну, вот с началом войны, что, да, мнение артистов, и само мнение артистов, оно, конечно, переоценено. В мирное время мне казалось, что вот там я, мы, что мы можем написать какую-то песню, чтобы там и что-то этим изменить, вот. Ну, я сейчас понимаю, что, ну, в лучшем случае, что мы можем, это просто, как сказать, помочь людям, ну, там, своими песнями или своей позицией, помочь людям, ну, вот, как-то там, укрепиться в правоте своего мнения, или попав в резонанс с ощущениями слушателя, ну, помочь ему что-то прожить. Это, ну, достаточно утилитарная вещь. То есть такое, что, знаешь, песня вот прям ведет или песня, ну, делает какую-то революцию. Ну, может быть, такое бывает, я вот сейчас пытаюсь вспомнить. Ну, может быть, песня «Перемен» группы «Кино», но она уже была написана в позднее перестроечное время. Вот, она, скорее, она суммировала уже те ощущения, чем явилась их, ну, как сказать, инициатором. Вот, поэтому, как бы мне не хотелось, но как будто бы все-таки не такие уж мои, там, важные, большие люди, знаешь, чтобы, чтобы что-то менять. Мне даже, может, не про высказывания в песнях, а высказывания, там, в соцсетях, в интервью, вот, про это. Вот у тебя есть, не знаю, любимые какие-то музыканты в России, которых ты любишь слушать. Тебе было важно, есть важно, чтобы они не молчали вот этот год? Ну, то есть, я не скажу, что я прям там следил за тем, кто в жанре или в нашем жанре, или вообще кто-то из артистов. Ну, я вообще как бы всегда как-то с краю этой тусовки был. Вот, а вот после войны, ну, допустим, там, в апреле, мне стало интересно, ну, кто какую позицию занимает. Ну, конечно, удивительно, мало, мало рэперов антивоенного, антивоенную позицию заняли и высказались очень мало. Ну, я не знаю, мне бы не хотелось называть имена, понимаешь? Я думаю, тебе бы было интересно, чтобы я сейчас там сказал, что вот тот-то такой-то, а этот такой-то. Ну, мне не хочется этого делать. Не хочется делать просто потому, что, ну, я хочу тем самым оставить, ну, возможность этим людям, ну, легче изменить свою позицию. Потому что, ну, мне очевидно, провал, проигрыш, путинизм, этой парадигмы мне очевиден. И то, что людям придется, ну, тем, кто поддержал войну и тем, кто считает, что путинизм – это, значит, благо для России, им придется менять свою позицию. И, ну, чем меньше мы будем подсвечивать, ну, мне кажется, то есть я исхожу как бы из своего понимания, чем меньше мы будем подсвечивать и стыдить их, тем легче будет. А мне, конечно, хочется, чтобы они изменили свою позицию. Ну, я даже не про фамилии, не про имена, а вот, ну, про разочарование какое-то. Оно для тебя перечеркивает все, что было сделано этим человеком до или нет? Ты разделяешь вот это. Нет, не перечеркивает. То есть, ну, ну, я понимаю этих людей, я понимаю, почему это происходит. Ну, я не согласен с их выбором. Давай, ты подожди, мы про молчащих или про тех, кто поддерживает СВО? И про молчащих, и тех, кто поддерживает. То есть, все эти мотивы мне ясны. То есть, я человек, ну, созревший в путинской России. Я знаю, что такое путинизм. Вот. И я очень хорошо понимаю, ну, как мне кажется, опять же, что я понимаю мотивы этих людей. И я понимаю их ситуации. Ну, легко винить их в этом. Ну, представь себе, то есть, мы же все, там, постсоветское поколение, мы выросли в парадигме того, что война невозможна. Всегда было, ну, всегда звучало, там, там, лишь бы не было войны. То есть, только не война. То есть, вот ощущение того, что война, это, ну, невозможно и недопустимо. То есть, вот это вот, ну, в моем, там, позднесоветском детстве, я родился в СССР, вот это, миру мир, там, и прочее. Ну, то есть, это прямо, ну, это был фундамент. И поэтому те люди, которые, ну, по какой-то причине чуть более, там, доверчивы. То есть, это я какой-то, ну, недоверчивый такой, знаешь, подозрительный, подозрительно к всему, критически ко всему относился, отношусь. Вот. А, ну, доверчивость, ну, в какой-то мере это нормально. Ну, то есть, собственно, на доверие-то и строятся человеческие отношения. И, собственно, люди, которые были встроены, там, ну, там, может быть, не в путинизм, но устроены в путинской России, в ее действительности. Кто не, ну, не мог себе представить, что война возможна и придется делать такой выбор, ну, они оказались перед сложнейшим моральным выбором, перед сложнейшим. И здесь, ну, я не могу, я не могу оттребовать от людей, чтобы они были героями, понимаешь? То есть, ну, может быть, сейчас это слишком, как сказать, хорошо это звучит для тех, кто занимает, там, провоенную позицию. Но, как минимум, для тех, кто молчит, это, ну, как минимум, это объясняет, почему люди молчат. Им сейчас очень тяжело, катастрофически тяжело. Ну, а тебе не кажется, что, ну, то, что ты говоришь, это, ну, я бы с этим согласился до войны, да? А сейчас все более черно-белое, и если человек не может разобраться, что плохо, а что хорошо, то, ну, к такому человеку можно иметь какие-то претензии. Да, ты прав, черно-белое. Да, ну, ну, то есть, скажем так, мы говорим, о ком конкретно мы говорим? То есть, я знаю, что в России очень много людей, которые, о которых просто не слышно, да? А это черное или белое? Ну, то есть, те люди, которые не готовы выходить с плакатом на одиночный пикет и через 10 минут быть скрученными и, значит, попасть на учет. Те люди, которые не готовы публиковать там в своих соцсетях, нет войне, потому что им страшно, потому что их уволят с работы, к ним придут менты. Ну, то есть, они черные или белые? Понимаешь, я, то есть, это риторический вопрос, я тебя не прошу ответить на это. Да, война делает все черно-белым, но если подразобраться, тут есть о чем поговорить. Ну, можно ведь не только выходить на одиночный пикет, или, не знаю, быть против власти и сесть в тюрьму. Можно собрать чемоданы, уехать и высказываться в безопасности. Некоторые не делают и этого. Ну, знаешь ли, ты говоришь, так вот, можно собраться и уехать. Я сейчас про тех, кто имеет такую возможность. Это да, это да. Не знаю, я не готов судить и разбираться так. Я думаю, что это нужно, ну, так вот, индивидуально. То есть, если, ну, я не знаю, кто мы, вот так вот, если мы представим себя какими-то зрителями, знаешь, так все на паузу поставим и, знаешь, давай-ка подумаем об этом, вот человеке, давай разберем его кейс, почему он, почему он. Это все, ну, то есть, мне кажется, все очень-очень индивидуально. Отъезд из России, он массовый. Ты не представляешь себе, сколько людей уехало. И уезжает. То есть, я это вижу по Португалии. Огромное число людей. Огромное и уезжают, ну, способные, предприимчивые, умные, самостоятельные, инициативные. Уезжают. Ну, если ты не против, про одну фамилию я тебя все-таки спрошу. Давай. К Васе Басти, который выступает во время войны в оккупированном Крыму. У тебя нет претензий тоже? Ну, я бы, конечно, предпочел, чтобы он по-другому себя повел. Но это тоже не делает, там, не знаю, нерукопожатным для тебя, Васю. Ну, то есть, представим себе, что мы встречаемся в России после того, как путинизм, значит, рухнул. Нет, я, конечно, буду с Васей разговаривать. Просто я думаю, что Вася к тому моменту будет другим. А за полгода у Вас не было никаких разговоров? Нет, мы и до этого не, ну, за, там, не знаю, за сколько лет, ну, там, скажем, за 20 лет, что мы уже не в одной группе. Баста когда-то был частью касты, забавный факт. Вот, за эти 20 лет, ну, мы, может быть, виделись там раза 4. То есть, это такое, то есть, мы, как бы, всегда было, нам было всегда, всегда о чем поговорить было. И мы, в общем-то, дружески общались, но непосредственно какое-то вот такое регулярное общение, его не было. А в твоем кругу, каком-то ближнем, да, друзей, родственников есть те, для кого не все так однозначно? К сожалению, да. И вы общаетесь, как и раньше, вы не общаетесь на эту тему, вы спорите, как происходит? Есть ли смысл спорить с такими людьми, да, переубеждать их? Я перестал спорить. Я перестал, ну, потому что иначе я просто, ну, потеряю своего близкого человека. Ну, то есть, я сейчас говорю о своей маме. Она потребитель путинского телевидения. Вот, соответственно, ее картина мира, ну, соответствует тому, что показывают в России по телевидению. Я хочу здесь сделать маленькую ремарку для тех, кто не знает, что происходит с телевидением, с радио, газетами, интернетом. В России это все путинское медиа. То есть, это не фигурально, а в прямом смысле это все путинское медиа. И фишка в том, что иллюзия того, иллюзия спектра мнений, идей, ну, она создается специально. То есть, тебе не нравится там НТВ, включи первый канал. Тебе не нравится там, ну, там, один сайт сходи на другой. Вот, но это, это все, у всего этого единый источник, создается иллюзия, ну, как сказать, многополярности мнений и источников. Но это не так. И, соответственно, ну, вот, да, я обхожу, общаясь с мамой, я обхожу эти темы стороной. Ну, то есть, мы это не обсуждаем. Ну, то есть, такие истории, насколько я знаю, даже у украинцев, у которых родители живут в России, например, и они не верят собственным детям, что, там, летят ракеты в их город со стороны России. То есть, вот такие истории я слышал. О, да, о, да, это кошмар. Трещины по семьям, по коллективам, по друзьям, о, да. А где тебя застала новость о войне? Я жил в Питере в то время. Ну, тогда уже вот атмосфера, ну, вот, предчувствие войны, она прямо, она наполнила все. И, ну, там, если ты помнишь, там были такие эти политические маневры, там, кто что сказал, там, Штаты, не Штаты, вот, там, группировка российская у границ Украины, вот. Вот численность группировки, прогнозы, вот. Но я чувствовал, как, как путинские СМИ, ну, и непосредственно перед войной, вот, как они готовят население к войне. И вот эта, вся эта атмосфера, она была. Потому что по радио тогда, ну, и у меня в машине радио просто, там, щелкаю, значит, если не слушаю, там, свои какие-то, свою медиатеку. Блин, они крутят песни, все песни о войне. Прикинь, все песни о войне. Ну, это жутко. Вот, поэтому, да, новость, новость застала. Ну, не верилось до последнего. В Питере застала. Я хорошо помню этот момент, потому что 25 февраля я должен был прилететь в Киев, но уже ничего не летало. А группа каста то ли 26-го, то ли 27-го должна была там выступать. Да, 24-го, если я не ошибаюсь, у нас в Харькове. Да, да. А 26-го или 25-го в Киеве. Да, и нам потом наши знакомые из Киева шлют видосы, там, здания с выбитыми окнами, ну, от взрывов ракетных. И, значит, вот в кадре наша афиша, так чуть-чуть она ветром ее трепет, и здесь выбитые окна. Ну, то есть, до последнего никто не верил, раз вы концерты не отменяли? Ну, в общем-то, да. Ну, то есть, тут какая энергия, у этого всегда есть инерция, да. Ну, то есть, концерт организован украинским организатором, вот, то есть, вложены деньги, пойдет продажа билетов. То есть, ну, я думаю, что вот так вот просто из-за, там, какого-то предчувствия, ну, типа, вот, а не начнется ли война через месяц? Ну, концерт не отменить. Но наш выезд в Украину, он отменился как раз, ну, основным фактором отмены было то, что организатор украинский, пообщавшись с местными, ну, я не знаю, как там, спецслужбы, ну, в общем, с теми, кто обеспечивал бы безопасность концерта, ну, видимо, с кем нужно было согласовывать, не знаю, но, в общем, он сказал, что вот эти вот люди, которые, ну, отвечают за безопасность, очень не рекомендуют проводить концерт, и организатор предложил перенести его. А на твоих личных отношениях с украинскими музыкантами, не знаю, были у тебя такие, отразилась вся эта ситуация? Кто-то перестал с тобой общаться из-за твоего паспорта, не знаю. Да ты знаешь, я, ну, еще раз скажу, я не очень включен в тусовку, вот. Ну, я видел ваше фото в баре с Ваней Дорном, не знаю, оно свежее, за последний год? А, да, 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 это вот недавно Ваня был здесь, ну, он знает нашу антивоенную позицию, и, ну, здесь вообще никаких проблем. И я, я на связи, у нас есть очень классный битмейкер, его, ну, его псевдоним Хакси, зовут его Ваня, вот, он в Днепре, и, в общем-то, ну, вот мы там более-менее там с начала войны, не то чтобы там на ежедневной связи, но иногда обмениваемся сообщениями. Ну, я вижу, что ему тяжело, в том смысле, что ему тяжело общаться со мной, как, ну, как представителем той страны, которая бомбит его страну. То есть, ну, я, ну, я вообще, ну, не представляю какое-то, ну, это усилие, это, это огромное усилие для тех, кто, ну, для украинцев, ну, как-то разделить, да, вот, что есть россияне, которые против, а есть, которые за войну, и, соответственно, по-разному общаться. Да, война, как ты сказал, делят на черное-белое. Ну, я, видимо, из-за того, что я, опять же, говорю, я исключен из этой тусовки, ну, я просто не, не, не очень, как бы, этот самый тусовщик, поэтому, ну, мне не было и с кем терять связь. Вот, то есть, там, у меня там несколько друзей на Украине есть, ну, там, художники, режиссеры, ну, вот, я, конечно же, с ними списался, и, ну, общение не прервалось. То есть, такое, чтобы меня кто-то забанил, этого не произошло. Про творчество хочу поговорить. Пишется ли вам что-то новое? Тебе, может, конкретно, группе? Да, мы сейчас пишем, пишем новые песни. Это будет еще более политизировано? Понимаешь? Может, неправильное слово политизировано? Да, да, понимаешь, вот, то есть, война настолько, это настолько большое событие в жизни, вот, что, ну, ну, что оно, ну, а тем более, что оно идет прямо сейчас, и нам важно прямо сейчас выпустить песни, которые бы, ну, может быть, мы на себя берем, там, много, знаешь, какого-то пуха на себя набрасываем, что мы можем что-то, там, как-то изменить, но нам есть что сказать через песни, в первую очередь, россиянам, вот, и мы пытаемся, ну, мы пытаемся это написать, это новое для нас, то есть, раньше мы как-то, все-таки по-другому, по-другому это происходило в других реалиях, и я еще заметил, что война обнулила очень много слов, то есть, вот, просто слово, оно, оно испортилось, оно превратилось в труху, в пыль, и его просто, ну, нельзя использовать, оно уже не работает или работает не так, как должно, вот, и, и на фоне того, что мы хотим дотянуться до россиян, нам приходится иметь дело с, с аргументами путинской пропаганды, у которой железобетонно все выстроено, ну, вот так вот, знаешь, знаешь, одним аргументом ее не опрокинуть, и это чертовски сложно, но это важная, нужная работа, вот, мы сейчас этим занимаемся. Есть аудитория, которая тоже антивоенная, да, они поддерживают то, что происходит, но которая говорит, что, ну, сколько можно, мы уже устали от парижской войны, я пришел на концерт и хочу, там, не знаю, отдохнуть, да, от этого всего. Нужно учитывать их мнение или не время отдыхать? Нет, ну, тут надо разделить, я думаю, что, если речь идет о песнях, то сейчас, там, какую-нибудь песню, ну, такую совершенно дурашливую песню, типа, по голове себе постучи, я не знаю, или там, фотки, мы, ну, мы просто не сможем написать, вот, тут уж, невзирая на то, что, кто, кто, что от нас ждет, а на концерте, нет, ну, на концерте мы, после того, как мы обмениваемся, ну, как сказать, ну, позицией, да, то, что, как, ну, после того, как идет, ну, блок актуальных, скажем так, песен, мы, конечно, переходим к нашим хитам, потому что, ну, ну, собственно, это, в общем-то, это то, из-за чего люди идут на концерт. Ну, не было такого, что фотка, возможно, будет неуместна, или какая-то другая песня будет неуместна, обсуждения какие-то? Много раз, нет, много раз было, то есть, ну, какие-то песни мы, ну, может, это излишне, но что-то мы исключаем, потому что, ну, или, там, заменяем, потому что, ну, сейчас это просто не очень хорошо прозвучит. Ну, это такие мелочи, я бы, ну, то есть, человек, там, со стороны, он бы, может быть, сказал, пацаны, чего вы паритесь, ну, для нас это важно. А есть песни у касты, которые ты сам заметил, что по-другому стали звучать и другие смыслы приобрели? О, да. Ну, ну, весь, весь антипутинский массив, просто, то есть, мы писали скрепы, мы писали, как такую песню-дразнилку, это, ну, это карикатура была, это, блядь, он просто ожил, вот этот чувак из моего куплета, он ожил, понимаешь, вот он, из «Мир сходит с ума», ну, тоже, там, там, ватник такой прибуханный немножко, это самое, вот, это, ядерным оружием, там, и это самое, пальцем, предателем грозит. Вот же он, блин, это жуть, конечно. В то же время есть песня «Выходи гулять», которая потеряла всю свою актуальность, наверное, да? Ну, она, да, она теперь перешла в разряд, в разряд мечты, понимаешь, то есть, эта песня, что такая, понимаешь, в духе, что мы, конечно же, мы вернемся в Россию, конечно же, мы будем снова гулять по улицам, вместе будем гулять, и, конечно же, мы будем вместе качать и читать рэп на Красной площади, на руинах путинизма. А твой альбом, о котором, уже, не знаю, десятилетиями, да, говорят, который пишется, не пишется, я не знаю, он потерял актуальность в связи с событиями или наоборот, он усилился эффект? Ну, мы не можем говорить о вещах, которые еще не существуют, то есть, мне... Ты когда-то говорил, что у тебя есть на EP? Слушай, ну, этот материал, он не постарел. Я просто, видишь, я избегаю этих разговоров, потому что, ну, я там, когда-то обещнулся, все это, знаешь, как-то, ну, я столько раз озвучил это, а, ну, я понимаю, что, может быть, я, может быть, я вообще не способен, значит, к сольному творчеству, вот, ну, хотя бы я активный участник группы каста. Мне, как минимум, этого мне достаточно. С возрастом становлюсь скромнее. А как тебе сольное творчество Влади и его альбом длится в февраль? Ну, слушай, я считаю, что Влади герой, Влади большой человек, и я считаю, что большая честь для меня быть его коллегой. А что там на русском языке за последний год, альбом или песня, или люди впечатлили тебя? Знаешь, мне до сих пор не лезет ни музыка, ни кино. То есть я за этот год почти ничего не слушал и ничего не смотрел. Просто мы поругали каких-то артистов, хотелось в конце каких-то похвалить. Я могу сказать, что я подписан на Локи Мина в Твиттере. Мне нравится, что он делает. То есть его уровень, интеллектуальный уровень его, он настолько высок, и у него антивоенная позиция, но он так ее интересно выражает. И вообще он классный парень. Для меня, в общем, открытие он в этом году, его позиция, его музыка. Я в конце личной боли хотел сказать, вот я уже сказал, что на концерт Каста я не попал в Киеве. 29 апреля вы приедете в Ригу, и я снова не попаду на ваш концерт, потому что меня не будет в Латвии. Так что это какая-то не судьба, но я надеюсь, все равно третье наше с тобой интервью случится вживую, может быть, в спутнике, может, еще где-нибудь. Надеюсь, посидим, пообщаемся. Без помощи зума. Договорились, Саша, очень приятно. Спасибо большое.